Ситуация по недозавозу топливно-энергетических ресурсов в населенные пункты Устьянского района произошла из-за некомпетентности Энерготранснаб. В этом убеждены перевозчики. Вопросы накануне обсуждали на экстренном совещании в поселке Депутатский. Выступавшие подчеркнули, что у энергетиков была возможность создать запас топлива в Депутатском Исайлыке заблаговременно. Такого мнения придерживается и Министерство транспорта Республики. Ведомство заявило, что ситуация в Устьянском Улусе осложнилась из-за двух факторов. Первый – это нехватка топлива, вызванная тем, что энергетики упустили возможность создания необходимых запасов в период, когда дорога Яна находилась в нормальном состоянии. Ну а второй – это природно-климатические условия. Как известно, в октябре-ноябре в районе выпала четырехмесячная норма осадков. Свою роль сыграла и сильная пурга, которая продолжалась почти весь январь месяц. Снегом замело два горных перевала. Дорожники приступили к расчистке снега незамедлительно, но высота снежных заносов составляла аж полтора-два метра. Сегодня сообщается, что ситуация сложная, но не критическая. Топлива в селе Саилык хватит на месяц с учетом доставки части горючего из поселка Депутатский, где запасов достаточно до конца февраля. Также продуктами питания населенные пункты обеспечены в полной мере, заявили в правительстве. По порядку и подробнее мой коллега Виталий Абрамов. Ситуация на северо-востоке республики, хоть и небольшими темпами, но продолжает стабилизироваться. За текущую рабочую неделю дорожники все-таки пробились через злополучный участок Барс на трассе Яна между Депутатском и Усьянском. В настоящий момент идут работы по расширению этого 40-километрового отрезка. Привезти полностью дорогу в норматив планируют к середине следующей недели. Мы за трое суток прошли 45 километров, было все запечатано, снега было очень много, полтора метра где-то высотой, где есть местами даже и больше. За трое суток мы задачу выполнили и первые машины пошли. Но пока, со слов энергетиков, эта одноколейная дорога не устраивает перевозчиков топлива для котельных и электростанций. Хотя накануне в один из самых проблемных сел Сайлык доехали три бензовоза с 33-мя тоннами нефти. Дорога в одну сторону, соответственно, качество неудовлетворительное, шоссейная техника работать не может. Вездеходной техники, сухогруза в Усть-Куге и Патарском практически нет. Между тем, как выясняется, проблема не сколько в качестве дорог, а в тарифах за перевозку для водителей опасного груза. Именно их-то не устраивает выставленный ценник энергетиков. Если по нормальной дороге, допустим, в сторону Батагая, они ездят за 12-15 рублей километр, то в проблемных направлениях им предлагают всего лишь 7,5 рублей. Если взять прошлый год, с нами до сих пор нет расчета за прошлый год перевозок. И, естественно, в этом году у перевозчиков, естественно, тоже есть недоверие. И есть основания полагать, что и в этом году тоже будут такие же задолженности. Плюс необоснованно низкие тарифы на перевозку. Если топливо растет, инфляция есть, а расценки по сравнению с прошлым годом абсолютно не поменялись. Кроме того, ситуация по недовозу топлива произошла из-за некомпетентности заказчиков, убеждены перевозчики. Водители подчеркивают, что у энергетиков была возможность создать запас топлива в депутатской мясоелке заблаговременно. В прошлые годы запасы энергоресурсов в эти населенные пункты доставлялись на 80% еще до наступления нового года. Да, согласен, дорожные условия даже в то время, ноябрь-декабрь, были не совсем хорошие. Были и пурги, были и заснеженные, были и проблемы на дорогах. Но на тот момент перевозки существовались. И я сам лично был на этой дороге. Да, дорога была затрудненная, проблемы были на дороге. Но завозились. И продукты завозились, и топливо завозилось, и тот же самый уголь завозилось. Но дело в том, что с тем же самым представителем энерготранснаба, кто в этом году взял перевозки на уголь, договора между перевозчиками и энерготранснабом не были заключены. Компания работает через местного предпринимателя, у которого долгов перед водителями и иными лицами более 20 миллионов. Нежелание водителей работать с такими заказчиками вполне понятно. Договор с ума был прошлый автозимник. Мы с ним рассчитались полностью, в августе месяц еще. Он с водителями же не рассчитался? Он с водителями, значит, я с ним разговаривал, он с водителями не рассчитался. То есть, с его слов говорю, я попросил, чтобы он завтра вам информационное письмо написал. По конкурсным процедурам, которые были проведены, тариф даже снижен по сравнению с уровнем прошлого года. Но эта задача, это непосредственно якутская энергия, решать вопрос по обеспечению топливом, и им эта задача поставлена. Тем временем, в районе организовано сопровождение бензовоза спецтехникой. И это тоже десятки и десятки тысяч рублей. Провести одну машину, мы тут поднимали порядка 10 единиц дорожной техники, чтобы провести вот это самое. А на вопрос, почему так мало техники, именно задействовано по привозке ТЕР, они молчали как бы. Никто ничего толком не говорит. Между тем, в населенных пунктах Улуса необходимый запас топлива минимум от трех недель имеется. Напряженности с продуктами нет. Социального напряжения среди населения нет. Проводится работа муниципальными образованиями, проводится работа по информированию и оповещению населения о проводимых работах по доставке топлива. Параллельно с этим идет работа по пробивке Зимника до села Андрюшкино-Счерского в Нижнеколымском районе. Дорожникам осталось пройти еще 120 километров. Для усиления данного направления принято решение, что начать пробивку от Зимника со стороны Андрюшкина. Мы предположительно планируем где-то 25 февраля пробиться. Там ситуация также под контролем, так как до отдаленного села пробили с соседнего Среднеколымского района. И запаса энергоресурсов хватает. В прошлом году мы по четырем районам увеличили объемы запасов, в том числе и по Абыскому району. И видите, что получилось в этом году. Снега много было, автоземники позже открылись. Но за счет того, что в прошлом году мы сделали небольшой запас, мы смогли продержаться. Если бы такое организационное решение не было принято в прошлом году, тогда ситуация была намного сложнее. К концу хочется сказать, что в последние дни информация о критическом положении в вышесказанных районах, мягко говоря, была притянуто за уши. И сложилось такое мнение, что кто-то попросту хочет переложить ответственность на другого за невыполненные вовремя работы. Кроме того, сейчас энергетики рискуют вообще остаться без перевозчиков, так как Верхоянское направление по завозу угля для нужд ГУП ЖКХ с каждым днем только набирает обороты. Напомню, там тарифы куда выше и платят своевременно. Виталий Абрамов, Туяр Семенова и Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск, Устьянский, Улус.